я всех приветствую благодарю за то что вы пришли таким замечательным теплым сентябрьским днем начну с небольшого рассказа 9 век тибетская империя раздираема внутренними конфликтами противоречиями и все это маскируется под то что приходит нечто новое это чо буддизм и этому сопротивляется еще нечто старое то что называют бон восьмом веке тресценам датсонгам уже предпринималась попытка объединить страну под флагом буддизма для этого был призван великий учитель подмосом хава но это помогло но к сожалению ненадолго в девятом веке все как-то опять пошло прахом и после смерти одного очередного императора который собственно тоже взошел на престол довольно конфликтной ситуации его ближайший родственник один из родственников ну собственно империя распалась это 842 год и один из его родственников типа внучатого племянника не амгон он соответственно основывает большое королевство на самом западе тибетского нагоре но надо понимать что тибетская империя это не тибетская нагоре это сама империя ну распространялась значительно шире вот захватывал довольно большие территории вот все это как колоскутное одеяло разлетелось и собственно один из вот его родственников не обгон он основал на западе тибета королевство которое его сыновьями было поделено на несколько частей на три если быть точным это королевство гугея известная занскара ладак соответственно таким образом в девятом веке начинается отчет ладакская династия ла перевал дак страна и того мы сегодня говорим про ладак меня зовут евгения я более 15 лет изучаю культуру гималайского региона путешествую помогаю другим людям влюбляться в горы в первую очередь гималайские и сегодня мы с вами попробуем влюбиться ну для начала небольшая справка о том что такое ладак где находится этот регион то есть немного вот таких особенностей просто для того чтобы человеку который впервые допустим услышал про этот регион ну сложилось какое-то общее впечатление плюс я очень люблю карты и соответственно я постараюсь все показывать ну не все но как минимум где находится регион нужно показать на карте вот поговорим зачем да то есть что можно увидеть в этом регионе зачем ехать путешествовать не трекингом единым не монастырями едиными ну в общем активности там есть разные и некоторые практичные лайфхаки ну точнее какие-то ну лист того что стоит предусмотреть если вы планируете туда самостоятельно моя цель на эту лекцию познакомить вас с этим регионом и собственно рассказать насколько он красивый если хотя бы один из вас соберется и в какое-то ближайшее время ну скорее тоже может быть следующее лето поедет в этот край я буду чувствовать что моя миссия как минимум на ближайший час выполнена мы говорим о гималаях это один из регионов гималая гималая это огромная горная система которая находится на территории нескольких государств это начинается смотреть запада это пакистан индия непал китай а именно тибетская тибетский автономный округ бутан и немножечко затрагивает мьянмы ну сам маленький кусочек мы говорим сегодня о той части ладакхи это собственно та часть которая находится на территории современной индии ну то есть на этой карте вы можете увидеть это простая карта можете увидеть относительно всей индии вот здесь подсвечена цветом индия где находится ладак находится он ну как бы скажем так на самом севере вот и довольно интересное расположение то есть это граница и с пакистаном граница из китая вот на правой карте здесь ну эта карта именно ладак как такового интересный момент то что длительное время ладак относился вообще к штату джамму и кашмир ну точнее как длительное с того момента как собственно выделился отделился от индии пакистан среди не двадцатого века тоже было много разговоров не понимали куда включить этот ладак но в итоге отнесли его к индии он стал был составе джамму кашмира и вот не так давно в 2019 году он вышел из этого штата и по сути это отдельный регион и так климат но климат холодной пустыне преимущественно он сухой хотя в принципе дожди там тоже удивительно бывает и даже вот сторожилам не рассказывали про какой-то неимоверный потоп который был 2010 году вот но мы исходим с того что преимущественно это холодный пустынный климат средняя высота населенных пунктов от 3 до 4 тысяч метров тут я вас ничем не удивлю практически во всех вас как ну таких вот гималайских регионов вот средняя высота например на такая значит лучшие месяцы для посещения но вот кто-то говорит по октябре на мой взгляд с июня по сентябрь оптимально но опять-таки можно прилететь и зимой и особенно если остановиться в лехе то в лех изобилуют достаточно комфортными отелями гостевыми домами пожалуйста можно ехать и зимой но это будет холодно это будет минус дома там не отапливаются в трекинг тоже пойти довольно проблематично ну скорее всего как бы не представляет интереса то есть наиболее интересное время это с июня по сентябрь и как добраться но тоже поподробнее расскажу об этом самый простой способ да то есть если не изобретать что называется велосипеда то уже придумали самолет вот и можно прилететь в лех сразу на самолете из лететь полтора часа но в этом случае нужно сразу заложить на акклиматизацию какое-то время там минимум два дня лучше 34 потому что высота леха это административная административный центр ладак три с половиной тысяч метров ну соответственно из деле ну конечно организм у всех будет по-разному реагировать но в любом случае временно акклиматизацию заложить потребуется вот средняя температура если смотреть июль август то вот примерно 20 до 28 днем но опять таки это зависит от того на какой высоте если мы говорим про 4000 дочь ну где-то 4 там плюс минус вот температуру будет такая днем тоже будет плюсовая будет тепло если мы говорим про там еще более высокогорные регионы ну конечно может быть холоднее скажите а кто был гималаях поднимите руку так а в ладах и кто был ага отлично так краткая историческая справка и культурные особенности но здесь в принципе уже небольшую историю я рассказала и хотела отметить то что ладах был в составе вообще развитие ладах во многом строилась из того что это торговый путь да то есть есть сведения там одни говорят что он был частью великого шелкового пути но скорее там больше историки говорят о том что это была другая альтернативная дорога торговая между индией и китаем в основном проходила по долине нубра сейчас это кстати один из довольно популярных трекингов нубровелью вот и соответственно за счет этого строилась экономика ладах вот ну скажем так на торговле и конечно же очень интересно именно то что вот это вот торговый путь как в принципе весь шелковый путь это же не шелка возили не специи возили то есть это как бы все одно из составляющих что возили по великому шелковому пути возили знания возили философию возили практики возили методы то есть это очень сильные очень важный культурный обмен это вот артерия культурного обмена вот поэтому вот этот путь торговый он в определенном смысле объясняет почему регион настолько многонациональный да почему здесь собственно ну развить несмотря на то что он закрытый да то есть как бы ну закрыт со всех сторон горами вот за счет торговли здесь в принципе в жизнь каком-то смысле кипела и до 1974 года он был закрыт для туристов сейчас в принципе это довольно с точки зрения оформления документов это не очень сложно посетить ладак да вот здесь небольшой небольшая вставка с моего июльского путешествия этого года хотел обратить внимание на то как лучше добираться да то есть это не ладак я сразу поясню у меня в июле этого года была идея доехать до ладака по земле да под ну это собственно вполне реальная история где-то два-три дня занимает ну точнее три три дня с ночевками ему но мы собирались больше мы собирались остановиться в долине кулу в нагаре встретиться с друзьями вот но и так не спеша постепенно набирать набирать высоту на джипе и соответственно подняться к леху но в индии всегда нужно быть готовым к неожиданностям вот собственно в тот день когда мы прилетели за день до этого в июле но понятно сезон дождей как бы все вопросов нет ну вот прошел такой дождь какого не было по слухам местных где-то лет 30 вот и собственно выезд из дели выглядел примерно вот так я думаю что понятно в принципе по состоянию на июль я отложила эту идею ехать по земле мы изменили полностью маршрут мы не поехали в кулу и можно почитать в июле 23 года там вообще было страшное стихийное бедствие смыло половину нагара смыло весь манди и ну в общем все что можно было смыть смылой только там в одном месте пом как раз манде остался такой трещур стоять храма шивы вот не затопленные атаку вокруг него бревна плыли вот соответственно я изменила маршрут мы поехали в дармсалу какое-то время провели в дармсале акклиматизировались и затем вернулись деле и уже в лех улетели на самолете конечно немножко не то что было запланировано но в индии нужно быть готовым к всему и так лег точка старта это собственно как я уже сказала город который является административным центром и он очень скажем так культурный он очень инфраструктурный да то есть кто боится например ехать в гималай думает что это какая-то дикая дичь нет если говорить например про лех как точка старта точка окончания путешествия здесь можно купить все здесь можно поесть хороших кафе здесь можно там найти гидов найти байки в аренду но в общем в принципе все здесь можно найти совершенно разную кухню на любой карман можно найти проживание вот очень интересные книжные магазины я просто очень люблю книжный магазин всегда когда куда-то за границу приезжаю я обязательно массой какой-то книжный магазин чтобы купить но так чтобы не слишком объемно было вот то есть прям такое место инфраструктурное и большое но при всем при этом я знаю что многие люди едут просто и дальше леха никуда не выезжают это на мой взгляд ну лично для меня довольно грустно по той причине что леха то ну это перевалочный пункт все самое интересное она находится дальше вот так выглядит дворец леха он ну выглядит достаточно массивным до сих пор это он уже не жилой внутри это музей туда можно подняться причем довольно там крутые ступеньки посмотреть на город сфотографировать внутри посмотреть как раньше функционирует этот дворец скажем так в средние века и вот кстати как изображал этот дворец наш с вами известный соотечественников николай рерих вот ну мало что изменилось но в принципе да за сто лет чтобы изменился вот тоже здесь лех для того чтобы там сложилось какое-то понимание вот это старый ли нас слева а справа очень интересно обратить внимание это женщина как я уже сказала что ладах это многонациональная многокультурная территория и вот в ладахе ну одна из таких национальностей которые живут ближе немного ближе к пакистану в ту сторону это народность дракпа вот и женщина народности друг по блехе на базаре продает абрикосы очень кстати вкусные абрикосы там танец масок цам монастыре фьянг но собственно это была тоже одна из целей нашего июльского путешествия в этом году собственно в июле во многих монастырях проводятся танцы масок это такая мистерия фактически театральная которая имеет под собой очень глубокий смысл ну понятное дело что очень много приходит но не очень много в зависимости от монастыря есть там более крупные монастыри есть более мелкие и я подгадывал так чтобы мы попали именно фьянг потому что если сравнить например с таким популярным как хемис где действительно очень много приезжает туристов очень много приезжает людей в целом то фьянг он более камерный и собственно вот в чем суть танца масок цам на это можно смотреть как на театрализацию такое представление по сути корнями уходит в очень древние времена то есть даже тут нельзя говорить про буддизм как как таково это еще до буддийская культура бон она тоже имела похожие танцы по сути здесь разыгрываются сценки из различных описаний там из буддизма или из бона ну в зависимости того что за монастырь и какие у них тексты вот и соответственно в таких масках как правило какие-то берутся сюжеты противостояния добра злу там приход под масом хавы еще что то еще что то но то есть вот такие вот различные сюжеты по сути если смотреть глубже противостояния добра злу это как правило ну если внимательный зритель со временем с каким-то моментом просмотра начинает понимать что это просто про его внутренних демонов и наших внутренних тараканов до которые нас раздирают хочу не хочу то то там вот это все вот и вот это все отыгрывается в сценках понятное дело что много веков это работало как образовательная программа каком-то смысле но как в принципе как везде в мире там все театры все сторителлинги это тоже элемент образования вот вот здесь очень интересная сцена и у меня положено это видео вот то есть это очень аутентично видео очень живые очень интересные я монтирую видеофильмы такие маленькие и можно посмотреть будет на ю тубе и так это внутри монастыря фьян тоже немного обстановки вот это ступа ворота со ступой и изображение буду на камне это вот мы ехали в монастырь алчи сейчас немножечко расскажу про монастырь алчи вот это собственно очень тоже старый монастырь очень ну более более 10 сколько да более 10 веков получается ему он был основан одним из таких очень известных буддистских подвижников западного тибетского региона ренченом занпо ренчен занпо учился в кашмире он был один из немногих выживших кого тогдашний король из спите отправил там 40 40 мальчиков 40 юноши отправил учиться в кашмире учиться буддизму монастыря но вернулись немногие а конкретнее только двое и один из них это остальные погибли по дороге и один из них это ренчен занпо вот он основал 108 монастырей вот ну как бы по преданию так что 108 монастырей на территории современного спите ладакха и западного тибета вот и алчи это один из монастырей которых он который он основал он характерен достаточно ну такой необычные кашмирская не архитектура именно изобразительным искусством то есть здесь я говорю про статуи которые внутри находятся там так далее в общем место хорошее интересное атмосферное единственный минус как для меня там сложно остаться одному то есть большой достаточно поток людей и желающих помимо вас захочет там туда тоже заглянуть помедитировать посмотреть и так далее фотографировать внутри нельзя поэтому фотографии из монастыря у меня нет вот это кстати тоже видео из другого монастыря ликир монастырь ликир находится недалеко красивое тоже атмосферное место туда обычно заходят по дороге в алчи если едут но он спокойнее значительно чем алчи я вот рекомендую ну очень его рекомендую по крайне он очень нравится сколько туда заезжал у меня с большим удовольствием и теперь давайте перейдем к трекинговой составляющей вот если мы говорим на примере этого июля я взялась рассказывать это у нас был трекинг в шам это долина шам это очень простой трек по сути он ориентирован на новичков мы исходили из того что мы пойдем этот трек по двум причинам первая причина в том что но объективно на трек на трекинг было не очень много времени у нас была задача посмотреть мистерию сам я давно охотилась именно за мистерии сам но она бывает там ну не раз в год два раза в год но летом как правило в июле в каждом монастыре всего один раз в общем но в общем то много сложности чтобы подгадать и мне вот никогда не удавалось попасть на это на эту мистерию для меня это был приоритет вот плюс по дороге у нас вот возникли эти моменты с наводнением и так или иначе на трекинг у нас был там не очень много дней мы исходили из того что весь трек мы должны покрыть за три-четыре дня такая по сути хорошая качественная горная прогулка и соответственно вторая причина была в том что с нами была участница которая вообще первый раз ехала в горы гималайя она очень боялась как ей что ей не понравится но спойлер понравилось конечно понравилось как как может не понравится по сути это не категорийная история да то есть сразу там для тех кто ходил в россии это не знаю тот же алтай карелия там не знаю саяна еще что-то вот это прям работа это хардовое утром встаешь вечером там все эти нужно этот лагерь раскладывать то есть все здесь сейчас я расскажу каким лайфхаком я воспользовалась вот и в общем это тоже стал интересным опытом это вот наш первый день такие маршруты такие виды почему кстати я назвала еще презентацию страна небо да хоть и вообще это страна перевалов ладак не был везде она в горах она какое-то потрясающее но именно вот в ладахе даже из всех вот гималайских регионах где я была почему-то вот у меня было какое-то ощущение огромного просторного неба то есть вот просто она настолько огромное да и расскажу сейчас про лайфхак да для начала расскажу про ну так чтобы немножко показать сложность несложность этого трека на то есть вот такие пейзажи вот здесь на левой фотографии в принципе для чего она здесь ну чтобы показать примерную экипировку которой нужно снаряжение для этого несложного похода что потребуется ну как всегда и везде ботинки рюкзак самое главное при этом могу сказать что я в этот трек в это путешествие не стала брать свои горные ботинки я взяла трекинговые кроссовки вот и ничуть об этом не пожалела по той причине что трекинга кроссовках ну достаточно было жарко в них лучше чем ботинках значительно комфортнее при этом конечно же все сейчас опытные начнут кричать теншин и теншин как же твой голеностоп а нормально если рюкзак не слишком тяжелый то в принципе ну риск значительно снижается рюкзак был не сильно тяжелый по той причине что мы использовали лапхака которым я сейчас еще расскажу вот и это один из самых крутых подъемов вот этого маршрута на правой фотографии ну в общем ничего фантастического как бы маршрут не категорий ну то есть условно говоря если на алтае так карабкаться целый день и не один может в зависимости тоже опять таки от машу но если там про белуху говорить белухи да то здесь в общем то это был небольшой участок вот вот такие виды это закат здесь даже видны снежники за этими снежниками находится долина занскар до долина занскара вообще кстати тоже очень интересное интересное место она еще более закрыта чем ладак и есть отдельный трек отдельный трек в который я вот еще не ходила но планирую там скоро продумать и запланировать организовать это в занскар как раз из леха и дуду занскар это занимает значительно больше времени где-то 12 ну там 10-12 дней нужно закладывать но там есть конечно свои особенности то что занскар он еще более дикие еще более закрытые по сравнению с ладаком который в принципе вот аэропорт вот то вот все там все таки до сих пор еще довольно все закрыто но вернемся к нашей теме это долина шам трекинг соответственно такие вот виды очень красивые горы там то есть знаете они разноцветные это кстати тоже подмечал еще николай рерих на своих картинах где-то фиолетовые где-то розовые где-то красные но дальше будет кадр прям разные цвета эти горы это потрясающе да вот вот у меня это фотография то есть обратите внимание видите где-то розовое где-то оранжевое понятное дело что фотографии она не передает вот это ощущение это надо приезжать это надо смотреть это нужно вот чувствовать себя на месте это непередаваемо и вернемся к лайфхаку который я вам обещала трекинг быт что в этот раз мы сделали в этот раз я обратилась к местным ребятам и соответственно у нас вообще был шикарные в этом смысле лайтовый трек да но не смысле что нам трек изменили нет а в том смысле что этот трек проходит но не вдоль дороги но там есть определенные пункты куда ты доходишь пешком может доехать автомобиль и мы договорились на повара и помощника и собственно они ехали на машине везли с собой бивуак то есть палатки газ продукты все и соответственно мы встречались уже с ними на месте они уже заранее получают сюда приехали ну кемпинговые места вот и уже разложили нам палатку ну к моменту нашего прихода они раскладывали нам палатку там все 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 а мы соответственно подтягивались значит и дальше у нас всех забот было это заняться своими делами то есть это там помыться в речке ближайшие это значит вкусно попить чаю который нам уже предварительно заварили ну и вот это вот все что в принципе любая советская школа альпинизма сейчас бы сказала да как можно посягнуть на святое вот но нет при всей моей любви к автономным путешествиям долгим сложным и тяжелым когда ты все на себя тащишь когда ты вечером все это раскладываешь а утром все это собираешь обратно понятное дело что как экспедиционные форматы они вот это предполагают нам ну какие-то автономные я имею до походы но если есть возможность где-то упростить себе жизнь почему бы этим не воспользоваться собственно мы так и сделали и это стало действительно интересным опытом нам готовили несколько блюд готовил нам повара то есть при том что я вот сколько сама ходила и по россии тоже там организовывал так далее то очень хороший завхоз там есть ну вот тоже настолько блюд вообще приготовить обычно ну как-то одно блюдо там поели хорошо вот уже счастье как батут тебе и салатик и там лепешки он прям там нам жарил картошечку то то я уж им говорю что это не надо нас так раскармливать но нет он все равно готов вот это прямо скажем было приятно а еще приятно почему как раз я говорю что подойдут и трекинговые трекинговые кроссовки они обязательно трекинговые ботинки потому что можно машину закинуть что-то лишнее из рюкзака что вам точно не понадобится да то есть например спальник например то в чем вы спите еще что-то и соответственно рюкзак вы берете то что вам необходимо в первую очередь и там ну там чай воду кому что нужно какие-то перекусы вот и в принципе рюкзак получается не слишком тяжелые поэтому обувь тоже может быть без поддержки голеностопа но хотя опять таки конечно если с поддержкой даже лучше это место нашего второго кемпинга ночлега тут произошла интересная история про которые я расскажу но очень место очень живописное это не кемпинг в традиционном понимании потому что до этого место которое показывают и прямо не кемпинг кемпингом отмечен на карте пожалуйста вставай все и там даже есть место как бы под кухню то есть это каменная загородка такая и там ребят ставят свои баки начинают готовить так далее тут этого ничего не было они сделали вон империзированной кухни он зеленый такой домик стоит с пока ты крышей вот речка рядом ну то есть в принципе все прекрасно но меня там их главное очень долго отговаривал что это плохое место там я выбрал неудобно и и в общем не знаю нам было удобно и объясню почему выбрали это место а вот почему собственно проходя во второй день один из перевалов да ну такая не перевал ты такая небольшая вершинка где обычно люди флаги вешают и там отдыхают и так далее в общем то маршрут не забилуют людьми то есть он довольно спокойный и ты редко встречаешь попутчиков мы там встретили в первый день пожалуй только двух австралийцев все больше никого очень классно это значит во второй день сидим мы на этом месте отдыхаем как бы перевальчик уже перевалил перевалили вниз надо спускаться и значит нас нагоняет такая прекрасная группа группа это оказалось молодой футбольной команды из ирландии и они очень шумели ну то есть они шумели очень сильно и собственно не требовалось обладать какой-то недюжей смекалкой для того чтобы понять что эти люди остановятся то планируют остановиться там же где мы в том же самом кемпе в котором мы планировали остановиться вот мы конечно пошли побыстрее просторопнее чем они и уже у меня подъехали туда ребята это повар там помощник и они уже смотрю там палатки достали еще что-то и мы как-то наши компании таки нет но слушайте но мы как-то не хотим то есть здесь точно будет шумно здесь точно ночью будет какое-то неистовое действие а мы как бы в горы не для этого пришли вот и собственно после этого я уже там этому нашему помощнику я говорю так давай сейчас садимся в машину я буду искать другое место вот он говорит ну давай и мы поехали вот нашли вот это место здесь по сути уже нет дороги хотя в принципе машина без проблем здесь подъезжает и он очень говорил что нет вот там чего-то чего-то вот там какой-то душ был я гордо плевать не грн этот душ ну слушай там будь шумно нам вот здесь нормально нам здесь будет по природному вот все остановились здесь прям очень классно я могу сказать что за все годы что я бывала даже не в гималаях я бывала в разных горах в россии в сша в европе везде открываются вот какие-то просторы вот небо звезды но вот такого звездного неба как там именно вот на этой стоянке именно в этом шам треке я не видела нигде не знаю почему даже там на том же алтае вроде не не знаю невероятное небо там и я была и люди снимают очень красивые кадры но почему то здесь вот именно в ночевку меня она больше всего поразило ну это же немножко фотографии стрека вот тропинка она внизу идет то есть в принципе может быть это выглядит довольно крутовато но забираться не требуется она тропинка как принципе везде в горах она идет внизу для сравнения тоже чтобы был интерес вот в шамвеле вот нам наверное из можно сказать это минус но там нет какого-то озера хотя в принципе ладак славится озерами своими ну не то чтобы славится но там есть озера довольно красивые вот и реки и так далее вот трекинг nubra value он уже более такой с водой поинтереснее но он уже посложен посложнее там 8 дней требуется для того чтобы сходить в нубру и вот кстати это в начале когда я говорил про историческую справку про торговый путь он как раз проходил через долину нубру обратите внимание это я собрала из кусочков нам зашла в кафе в лехе и увидела что ребята сделали на стене такую скажем художественную карту и она для любителя на самом деле иллюстрирует красоты и возможности ладак значительно лучше чем карта обычная топографическая да и люди уже и мы зашли я смотрю там у меня девчонки а вот это их и слушайте я вам карту показывал не у тебя там это вот тут вот написано рисован верблюд тут и так понятно вот ну вот соответственно шамвелью мы видим с западной до западной стороны вот слева это та часть которая уже примыкает к джаму кашмиру и к пакистану и здесь уже живут как раз народности балтии ну вот друг по и то есть это может быть такое очень интересное этническое приключение этнографическое съездить именно в запада в западную часть а вот восточная часть это озера подгон лейк достаточно известны куда люди ездят вот но и там ряд мелких озер вот уже монастыри здесь отмечены ну в общем вот такие а да кстати снежный барс но снежный барс и здесь нельзя сказать что да да ездит смотря снежного барса но это не единственное место ладах куда ездить смотреть вот в прошлом году в спите я познакомилась с одним молодым человеком который профессионально занимается поиском снежных барсов и вот именно в спите да то есть там он очень распространен но владахи видимых хемеси тоже видели его и возят водит кому-то интересно тоже надо понимать что если вдруг кто-то захочет отправиться посмотреть снежного барса это не вопрос одного дня то есть это не то что вы там знаете сели откуда-то доехали на машине в национальный парк и вот по заказу потому что у вас оплачено снежный барс вышел нет он вам скатает огромную дулю и покажет потому что собственно ну вот снежного барса как раз я узнавала у этого молодого человека австралии по моему я горно вот сколько вот так среднем нужно чтобы барса увидеть он горит ну ты знаешь по хорошему мы делаем трекинг 7-10 дней 70 дней ну 7-10 дней ты ходишь ищешь барсов это бывает люди удачливые горит вот там на прошлой неделе приезжали какие-то ребята за четыре дня увидели за там 45 дней вот то есть это считается очень быстро это прямо как бы отдельное приключение увидеть снежного барса но тоже надо понимать что его не удастся увидеть прям вот вот так вот да то есть это как как бы будут какие-то бинокли и вот он там где-то вдалеке просто проскочит где-то хвостик там ну вот как то так я не видел снежного барса поэтому тут деталях не могу сказать и давайте финализируем как бы ну точнее некоторые ключи добавлю по ладах у уже мы сказали что лех это административная столица столица ладах и как добраться вот два варианта уже сейчас немножко попрактичнее да то есть для тех кто собирается соответственно два варианта первый это автобус до джип она автобус понятно это если это рейсовый автобус стоит вообще довольно долго будет если этот джип у вас изделили то это будет три часа ой простите три дня пути с остановками на ночлег но это с учетом того что вы каждый день едете то есть тут вопрос кому такой темп подходит кому не подходит я например так могу но не очень люблю вот это скорее из какой-то большой необходимости ну кому-то нравится вот скорее здесь если в комфортном режиме путешествия как вариант можно рекомендовать сделать таким образом выехать из деле вы за день из деле доезжаете до нагара кулу манали но это прям полный день будет часов 14 там вы допустим на два-три дня остаетесь гуляете акклиматизируетесь там тоже довольно красиво кулу нагар это вообще тут как раз места николая рериха там есть его резиденции которые можно посетить посмотреть ну приятные места вот и соответственно дальше еще два дня по-хорошему с ночевкой до леха либо вариант для тех кто любит побыстрее это самолет из деле там полтора ну может чуть больше часа самые популярные авиакомпании которые летают в принципе по индии наверное не только в лех это air india и indigo вот знаковые монастыри знаковые монастыри которые можно посетить ладакия это вот тоже я здесь указала но из самых старых это алчи ламаюру причем ламаюру например считается что это место это монастырь еще был основан до буддийской религии бон ну там много своих моментов но в общем так или иначе вот алчи ламаюру очень старый монастырь и кстати есть еще книга николая рериха называется алтай гималай и вот он тоже там описывает свои впечатления от ладакха то есть это соответственно но не ладакха там же он предпринял николай рерих вместе с семьей у него там два сына было юрий святослав и женой елены рерих все очень творческие люди ну такая научно-творческая среда и вот он предпринял средний ну там ряд у него был путешествие в частности они проехали как раз из кулу ладак проехали наверх то есть получается кусочек территории современного пакистана и далее западный китай то есть это каракарумское шоссе монголия и в итоге выехали на алтай это конечно фантастическое приключение вот у них это заняло сейчас не помню четыре или шесть лет ну то есть так значительно вот часто конечно можно сделать быстрее я вот хочу сделать такую машу как ну проехать хочу по такому маршруту вот варианты популярных трекингов но на самом деле конечно же их больше то есть тут можно смотреть можно выбирать можно самостоятельно составлять можно опять-таки в лехе спросить очень много там контор в которых вам арендуют байк помогут организовать трекинг дадут вот таких вот ребят которые вам будут готовить или даже портеров если вам нужно там и так далее то есть инфраструктура для туризма там очень заточена вот поэтому как бы можно можно узнать и про треки и про стоимости там того набора который вам требуется можно и самому идти без всех вот этих вот упрощений да вот но опять-таки здесь наверное момент того какой формат мы выбираем но это сейчас еще поговорим про это вот такие на мой взгляд самые популярные маршруты и три рекомендации для подготовки вот первое это определиться с форматом путешествия но здесь в принципе все очень просто ну как и просто и сложно одновременно то есть вы понимаете в каком составе вы едете с кем да и чего вы хотите вы едете первый раз или не первый раз вот ну соответственно вот из текущей присутствующей аудитории получается практически все например вот носик вот соберется первый раз поедет надо понять как бы какой вы хотите формат какие могут быть форматы ну например там формат дорожного приключения да то есть когда вы в принципе не хотите ни в какой трек вы приезжаете или прилетаете в лех берете там машину с водителем и и вас возят по монастырям либо вы там можете перемещаться вот там все не там 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 занскар поехали и так далее то есть вот такой формат то что ходить вы не хотите может быть другой вариант и мы находимся сейчас спорт марафоне я предполагаю что большинство любит ходить вот и тогда вы смотрите какой вы хотите трек опять-таки ну как бы хотели бы в принципе в походы или нет если вы в походы не ходили или входили в какие-то очень лайтовые походы не надо ну на мой взгляд не стоит сразу рваться на что-то невероятное можно сделать совместить формат дорожного приключения вот так же там поездить немножко по каким-то деревням монстрям еще что-то и выделить четыре дня на какой-то простой трек тот же шамвелью если вы первый раз гималаях если вы и ну там вряд ли первый раз горах но если да точно будет что посмотреть вы впечатлитесь вы насладитесь и это будет классный при этом я не могу сказать что это трек в котором вообще прям ты идешь на легкой городской прогулке да нет когда будет целый день подъема я вот ну хожу ну я нормально так попотела во второй день то есть это прямо такая нагрузочка вот определиться с форматом путешествия опять-таки как бы вот это вот момент не обязательно страдать ну то есть если вы знаете что вы едете идете первый раз или даже не первый раз но вы уже там ходили какие-то походы и уже устали таскать эти рюкзаки заниматься бивуаком так далее но делегируйте это делегируйте людям которые с удовольствием возьмут заботу о вас как в том числе я говорю в том же лехе можно легко найти людей которые отправятся с вами в качестве портера или в качестве ну вот лучше не портер если говорить про вот такие вот маршруты то в принципе намного лучше чтобы ну портер то не нужен если есть грубо говоря те кто потащит бивак это причем их бивак и еще разберут его соберут так далее это намного лучше чем портер определиться с форматом путешествие далее подобрать подходящее снаряжение снаряжение исходит из формата то есть словно говоря если у вас дорожное приключение вы не планируете ходить в трек то вам например спальник не нужен если вы планируете то лучше взять спальник свой вот опять таки но такое небольшое отличие наверное от но тех же непальских треков в гималаях там как правило в треке но большая часть не все конечно большая часть они рассчитаны таким образом что ты идешь от одной деревни до другой это я про непал говорю соответственно там в принципе ты ночуешь каждый раз в доме в деревенском там бывают простые бывают получше но как бы где-то даже сейчас спальники не обязательно а вот здесь все-таки спальник нужен потому что если вы ночуете в палатке да конечно могут притащить одеяло но на мой взгляд лучше чтобы было своем вот рюкзак ботинки фонарик но обычные обычные вещи которые люди берут с собой в путешествие похода закладывайте запасные дни для любого формата путешествие на я уже вначале об этом сказала что мы прилетели в деле деле поплыл в прямом смысле деле мы первый день ходили вот воды было столько и там тапки уплывали там вот и все вот соответственно должны быть запасные дни да то есть что-то может пойти не по плану плюс опять-таки если вы берете перелет из деле в лех надо закладывать акклиматизацию и ну если вы много ходите знаете как у вас может организм отреагировать а бывает по-другому я там знаю людей участников у нас там подруга пошла она всегда как-то легко оплыватизацию переживала а тут прям сложности были вот значит здесь наверное все с этим слайдом если какие то есть вопросы сейчас в конце мы выделим время на вопросы еще кстати интересный момент про олег хотел рассказать да про то что не стоит ничего бояться и довези хорошо на самом деле просто везде по разному по-своему меня удивило вот в это в этом году в лехе там значит мы что-то гуляли 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 и неожиданно но все кто был в азии особенно там если в индии просто даже не в гималаях вы знаете у них вот это вот любовь уличных базаров они вот раскладывают соответственно там естественно хочется что-то бывает привести там родным домой что-то может себе купить кто-то любит ну и так далее но по большому счету вещи которые продаются у них на там что в индии что в непале везде на этих восточных скажем так базарах они не отличаются качеством это товары широкого потребления вот то есть я помню еще времена когда в непале по моему в катманду там продавали перчатки прям ну и я понимала что они вязаные а в прошлом году я искала себе перчатки забыла свои но не перчатки варежки на трек я понимаю что они все машины ну то есть их уже на заводах на каких-то делают вот то есть ну как бы со своей специфики к чему рассказываю и в лехе я неожиданно брели на магазинчик прям реальный кутюрье там продает вещи очень хорошего качества он очень современный он прекрасно говорит по-английски он местный ладак ладак хедс жители ладаха вот и у него вещи настолько тонко и со вкусом сделаны то есть вот с нами была подруга вот там она сидит она дизайнер вот и план не надо делать что прячешься вот и собственно она например залипла в этом магазине часа на четыре потому что это ну я понимаю что особенно для человека который в этом разбирается это произведение искусства ну вот сложно уехать оттуда ничего не купив даже я соблазнилась вот я себе взяла вот эту рубашку и прям тут все индивидуальное то есть например вот эту пошив это буддийские облачка мне вышли ну как бы это индивидуальный пошив можно там эти инициалы еще вышить на подкладке там и так далее то есть все там при тебе золотыми нитками раз раз вышивают это конечно же не тот уровень который предлагают на рынке торговцы вот поэтому я к тому что меня меня удивил это даже такой уровень цивилизации скажем так и инфраструктуры вот да так что помните что вы круче чем вам кажется везде можно побывать я тут ставила к картину репродукции это рерих тоже кстати эта картина висит в москве музея востока можно посмотреть монастырь ламайюру правило въезда в индию написал так думаю что кому-то может быть будет полезно значит в индию виза оформляется заранее да не по прибытию как в некоторых странах обязательно оформить ее заранее но делают как правило это очень быстро вот можно делать онлайн визам центре но очень много вариантов есть но просто прежде чем ехать озаботьтесь этим вопросом вот стоимость такая но единственно она смогла измениться ну примерно такая стоимость плюс опять-таки если вы пользуетесь услугами там агентов или сервисных центров то это будет ну другую стоимость имеет это сайт ну их официальный государственный сайт как раз посвящена актуальным правилам въезда и часто спрашивают про пцр 2023 года они отменили или дешпом в конце 22 но в общем пцр сейчас не требуется я благодарю всех за внимание здесь есть мои мой email youtube канал и есть телеграм-канал вот если у вас есть какие-то вопросы можете кстати подписаться на телеграм-канал о чем я обычно пишу пишу я путешествиях какие-то свои мысли заметки вот когда какие-то новые видео на ю тубе у меня выходят но это не часто бывает мы тоже там анонсирую вот если у вас какие-то появятся вопросы ко мне вот бывают люди обращаются не так давно прошлом году был случай интересные тоже там в одном месте рассказывала про гималайя ну с мальчиком с одним что-то пообщались он задал какие-то вопросы через месяц я стою в аэропорту в деле на таможне рано утром и смотрю лицо какой-то знакомый он мне машет и я ну как-то сошлись с ним и он я гроба привет при этом году вот там мы же с вами вот то 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 вот вы там такую про то то рассказали лекцию я горти приехал посмотреть у меня все день удачно начался то есть ну очень круто я всегда очень радуюсь когда люди пишут что-то спрашивают вот поэтому просто можете в канале коммент кинуть к любому там последнем какому посту и я в личку отвечу вот если какие то есть вопросы то можете их задать оставить смотреть минус ну ну как глубокий не глубокий минус 10 при неотапливаемых помещениях буду казаться глубоким но в принципе нет ездят люди там хороших отелях там ставят эти нагреватели там бойлера еще что-то но но такое мрачное поэтому конечно лучше летом или осенью такие такие сезонные них есть там да да огонь огонь вообще как круто вот мы туда делаем шествую мотоцикл и путешествует по стиле озеро пангонг колечко проедем и после этого начнем и у меня такой вопрос вообще там насколько пыльная история в плане смотришь там достаточно пыльно и вот хочется задачи с этим к чему готовится ну смотрите да конечно там пыльно пыльно дорогах стоит естественно потому что у них все вот эти горы они из мелкого песчаника вот поэтому да там будет пыльно что касается байков я вот в этот раз на байке там не ездила ну смотрите во первых вы же в шлемах поедете вода то есть это уже раз защита во вторых глазные капли если если у вас есть ну у кого-то есть там раздражение или что-то ну и вообще для байка всегда надо на мой взгляд ну я беру там как минимум вот но так все либо очки либо шлем но вам без шлема там и не дадут ездить ага да поняла хороший вопрос смотрите там можно рассчитываться картами но давайте примем за аксиому можно рассчитываться картами . дальше вопрос какими да то есть соответственно если вы счастливый обладатель там какой-то карты банка например ну который принимаю да например не российский если банк там у вас есть такая карта то в лехе вы точно сможете рассчитываться там карты есть если в там каких-то более мелких деревнях принципе они эквайринг делают уже ну таких туристических местах подальше уже конечно если это монастыри еще что-то конечно конечно нужен вот в лехе в принципе можно деньги даже обналичить то есть если у вас есть рос сельхоз union pay это сейчас уже говорю про российские банки вот есть газпромбанк union pay и есть рос сельхоз все можно обналичить там есть банкоматы все в лехе можно обменять конечно там очень цивильно я говорю это прям город вообще нормальный перевалочный пункт то есть там все есть вы все сможете там сделать и купить и обменять и докупить снаряжение сможете единственная вот кстати по снаряжению ничего не нужно было я не смотрела если какие-то магазина нормальное для снаряжения вот не смотрела понятно барахло вот это на улице продается вот то есть что-то специфическое лучше собой иметь так по мелочи все там купите деньги там спокойно обменяйте обналичь тоже можно вот так да ну вы в без проблем да да давай давайте как вас зовут меня евгения значит соответственно обменяемся контактами до либо на канал напишите я дам контакт ну просто я не стала размещать такое я иногда пишу посты очень люблю еще крутые отели такие прям вот какие-нибудь бутиковые я бы отпишу тоже на канале или где-то но я никогда не пишу название потому что ну там по двум причинам если человек реально собирается то он мне напишет я ему дам контакта просто так чтобы копировали куда-то выносили все ну зачем ну вот да я видимо интуитивно чувствую вот так то есть короче конечно конечно нам хороший как уже конкретный контакт вот так еще есть какие-то вопросы не конечно там все продается да зачем он там газ а ну а все все извините все все я поняла не 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 там просто знаете почему я спросил потому что там есть наряде треков если вы пойдете в кемпинге там в принципе может уже быть газ но вообще свой конечно лучше на свой да там просто знаете бывает вот мы были там на одном кемпинге там уже как бы кухня такая и там стоит газовый баллон ты платишь за кемпинг за то что там остановился ты приходишь на кухню готовишь вот то есть то есть такие варианты вот а тогда конечно газовую горелочку без проблем конечно можно купить в инди нет 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 сейчас ничего не спрашивают единственное смотря куда вы поедете но вы же наверняка будете у кого-то арендовать байки вам нужно будет получать кое-где permission да этим пусть они занимаются потому что у них там своеобразно где-то нужны permission где-то не нужны еще момент такой лех он вот это вся туристическая красота а вокруг все туристической красоты находятся военные части вот потому что это территория которая ну место фактически это сама северо-западная граница которая граничит с китаем и пакистаном одновременно и там очень много военных там очень много войск там части разные и так далее так далее вот тоже там но это это в этом нет ничего специфического там есть они есть как бы все все знают что вот есть военная есть туристы вот принципе все что есть в лехе и все кто есть в лехе да ну вот но так или иначе ну поэтому нужны разрешения ряд разрешения то что приграничный регион плюс нам вот у нас был такой случай мы просто ехали из леха там один день монастырь до которого три часа что было ехать мы ребятам говорили обязательно надо брать паспорта с собой вот потому что ну по идее у нас не спросили но должны были спросить почему не спросить нет 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 слушайте но знаете как везде ну то есть в том смысле что везде надо со своими вещами как следить но такого чтобы прям у кого-то что-то стащили нет такого не было у меня был момент я чуть какую-то в лехе в кафешке открытая кафешка просто какой-то проходной двор я там на столе оставил сумку что вообще никак не оставляла там оставил сумку так нормально там что-то было все вернулся через пять минут все на месте так что езжайте . сейчас уже немножко и прохладнее будет но хорошо там очень непредсказуемо и мы тогда ехали вот это вот непогода такая случилась и у меня знакомые там в чатах телеграфировали что кто-то я не помню куда в лехе в ладахе куда-то они ездили из какого-то региона по мост погоны как раз фотки слали через снег выбирались в июле как раз нам на мото байк там заносила ужас что все бывает так ну если вопросов нет тогда ага да хороший вопрос я тоже хотел кстати про воду рассказать удачи напомнили с водой регион засушливый исторически с водой плохо но и вас какая-нибудь питьевая или в походе мыться в походе пить в походе пить ну смотрите вообще там в принципе с водой если вы идете в поход хорошо бы просто иметь такое очистительное ну типа того да там есть вода смотря опять-таки какой вы предпримите трек вот так или иначе речушки там есть и и я вам скажу честно это не является ни в коем случае рекомендации знаете как говорят не является финансовым советом вот то же самое я ну пила и вообще часто пью просто из в горах из рек потому что как правило довольно чистая вода ну и ксс никаких не было вообще это надо прогонять через фильтр по-хорошему так если вы идете в какой-то трек надо смотреть опять-таки что за трек если вы идете в такой который подразумевает наличие кемпингов либо населенных пунктов вы просто берете там вот здесь взяли бутылочку воды вышли выпили по дорогу по дороге но у вас там рассчитан трек какой-то поселину поселок водичку можно купить без проблем либо попросить налить и так далее так далее так далее вот поэтому ну а для готовки соответственно как как и везде как в любом походе выбирается место рядом с водой вот так вряд ли вы столкнетесь какой-то прям сильно сложный за зашу засушливый ситуации ну то есть уж совсем поедет так я благодарю вас спасибо что пришли надеюсь было полезно если что пишите и приезжайте в лех а